Шмалю Геннадию Осевичу Пример Ухтинцев послужит тому, чтобы у нас и другие наши нефтяные институты подумали о проведении подобных чтений или подобных мероприятий. Почему в Тюмени, допустим, не провести Косухинские чтения, один из первых ректоров этого интересного университета. Да и остальные, я думаю, что поэтому пример Ухтинца в этом отношении является очень интересным. Я от души желаю всем участникам нашей сегодняшней встречи новых творческих удач, успехов. Учитывая ситуацию, которая есть, здоровье, конечно, благополучие, ну и всего самого доброго. Ну а теперь я хочу перейти тогда к моему докладу, который попросили меня сделать, о состоянии проблемах нефтяной промышленности России. Ну вот есть и у нас тут презентация, поэтому я не смогу, конечно, подробно очень рассказать, поэтому то, что не смогу, вы потом можете посмотреть и прочитать в этой презентации. Прежде всего, хочу сказать, что комплекс работает достаточно напряженно и эффективно. Подтверждением тому могут служить цифры добычи. За последние годы они уже приблизились к историческому максимуму. Правда, не добились. Российская Федерация в 1988 году добыла 572, там, с копейками, миллионов тонн. Пока мы на эту цифру не вышли, но подошли вплотную. Если говорить о 2019 году, то уже почти 560 миллионов мы добыли. Прошлый год немножко поменьше, потому что соглашение ОПЕК+, оно, как всегда, имеет свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что удалось стабилизировать, ну или во всяком случае достаточно повысить ценовые показатели нефти. И, в общем-то, вы знаете, что сегодня это на уровне уже 57, почти 58 долларов за бочку. Это вообще достаточно благоприятная цифра, я бы сказал. Но, может быть, даже если так будут развиваться события, может быть, мы выйдем к концу этого года и на 60 долларов за бочку. Но, с другой стороны, мы вынуждены были сократить добычу. И в прошлом году, в 2020, по нефти мы добыли 512 миллионов, то есть минус примерно 45 миллионов к цифре 2019 года. То же самое и по газу. Мы добыли там 667 в прошлом году миллиардов кубов. Это примерно тоже на 60 миллиардов меньше, чем в предыдущем году. Но это вопрос такой. С одной стороны, конечно, это для компании и накладно, потому что работы, связанные с тем, чтобы сократить добычу, требуют определенных затрат. Это пока для начала, для того, чтобы сократить, а потом, со временем, и для того, чтобы восстановить. Вместе с тем, если посмотреть удельный вес стран в добыче углеводородов, ну, тут у нас был восьмой год, когда мы были на первом месте, речь идет нефть плюс газ, то сегодня, к сожалению, ну, или к сожалению, или факт остается фактом, сегодня американцы нас обогнали. Ну, вот здесь показан 2014 год. Если говорить о годе прошлом, то удельный вес Соединенных Штатов немножко возрос. Но, тем не менее, мы остаемся в лидирующей тройке, или, если быть точным, в лидирующей двойке. Поэтому, конечно, это хорошо. Если говорить о нашей нефти, нефть России, то вот тут показано, что такое нефть России. Это 40% производства первичных энергоресурсов, 15%, ну, 14-15, так, 50% на экспорте и так далее. Поэтому вот следующая цифра достаточно интересная о том, многие говорят так, а, эра нефти закончилась, все, что же делать будем и так далее. Вот прогноз, который дают американские специалисты, да и многие другие, о том, что до 2040 года нефть не только не упадет, но даже немножко возрастет. Небольшой рост, но будет. А вот что касается газа, газ будет расти более интересно. Это естественно, потому что из всех видов сегодня топлива, энергии, газ является самым, ну, что ли, менее вредным. Ну, и немножко, может быть, подрастет атомная энергетика, наверное, будет какое-то движение и по таким источникам экзотическим, типа солнце, ветер и так далее. Вот следующий слайд, он показывает о том, как же развивалась наша отрасль, вообще энергетика, за последние 50 лет. И если посмотреть, то вы видите, что с одной стороны мы наблюдаем о том, что сократилась доля нефти, хотя она остается достаточно высокой, почти 33%, а газ резко возрос. В 65-м году это было менее 16%, сейчас почти 24%. Уголь немножко упал, как видите, возросла роль атомной энергетики в целом, а в некоторых странах вообще, в той же Франции, более 70% приходится на долю атомной энергетики. Что касается солнца, то вы видите, пока еще очень немного. Но когда мы говорим о том, что эра нефти закончилась или нет, я всегда привожу эти данные. О том, что по данным Международного энергетического агентства, сегодня почти полтора миллиарда населения Земли, более 20%, не имеют доступа к электроэнергии. А почти 3 миллиарда человек используют биомассу для приготовления. Пишут, что такое биомасса, это кизяк, говоря по-крестьянски. То есть это навоз, не по сути, а так оно и есть. Поэтому, конечно, говорить о том, что эра нефти закончилась, и завтра мы все будем заниматься только солнцем и ветром, не приходится. Значит, вот наши компании, доли компании добычи нефти на феврале 2020 года, цифры есть. Повторять не буду, кому надо посмотреть. Вместе с тем, мы не можем смотреть на деятельность нефтегазового комплекса, только глазами принимающего аппарат. Положение в нефтегазовом комплексе следует оценивать как сложное. Некоторые специалисты считают его кризисным по следующим причинам. Не буду подробно, но некоторые цифры, конечно, или моменты надо будет назвать. Это, прежде всего, многократное сокращение объемов геолого-разведочных работ за последние 15-20 лет по причине разрушения системы государственного управления геологической службы страны, чтобы не быть голословным. Ну, если брать, допустим, 80-е годы, то мы бурили примерно 7,5 миллионов метров разведочных скважин. В одной Тюмени мы в год бурили 3 миллиона. За последние 30 лет эта цифра резко сократилась и, в общем-то, ни разу не поднималась выше 1 миллиона метров. Дальше. Среднеизвлекаемые запасы вновь открываемых месторождений совершенно нет рана. Совершенно слабые. Ну, взять западную себе. В 1974-й год 76 тонн одна скважина давала сейчас, вернее, одно месторождение, сейчас менее 3 миллионов. А в остальных районах и того меньше. Свыше 30% извлекаемых запасов недельных компаний находятся за гранью рентабельности. Даже еще Александр Валентинович Новак, будучи министром, назвал даже цифру 36%. Ну и так далее. Дальше. Свыше 70% в балансе запасов составляет доля трудноизвлекаемых запасов. Что это значит? Это значит, что эти запасы требуют сложной и затратной технологии. Ожидаемый итоговый кин на месторождениях у нас получается где-то 0,3. В то время как в мире он равен сегодня 0,4. Дальше у нас есть еще более подробные показатели по этому делу. Дальше. Отсутствие благоприятной экономической среды для развития ТЭК. Отсутствие механизмов стимулирования. Инвестиционной и инновационной деятельности, как следствие, недостаточные объемы финансирования развития ТЭК. Ну вот мы иногда говорим, наши руководства Минэнерго говорят, вот мы вложили там, вкладываем каждый год в развитие нашей нефтянки примерно там, ну около 20 миллиардов долларов. Много это или мало? Ну во-первых, это конечно совершенно недостаточно. Могу сказать, что как-то вот мы были в 2019 году на одной конференции в Германии, где специалисты немецкие приводили пример, что только на дотацию всем этим экзотическим видам энергии, речь идет о солнце и ветре, в Германии тратится 25 миллиардов евро. Это большее, чем мы вкладываем в нефтяную промышленность. Поэтому, конечно, я считаю, что мы явно недофинансируем нашу нефтянку. Поэтому у нас имеет место высокой степени сноса основных фондов ТЭК. Ну, конечно, четкой какой-то отчетности нет. Ну, по оценке экспертов примерно 60-65% износа основных фондов в добыче. А в нефтепереработке сейчас, правда, немножко снизился, потому что много вложили за последние годы, но тем не менее тоже остается. Достаточно высокая степень импортозависимости. Это отдельная тема. Стабилизировать добычу нефти на ближайшие 10-15 лет без вовлечения новых запасов, которых, к сожалению, нет. Возможно при решении следующих проблем. Первая проблема – повышение кин на действующих месторождений. Вот цифра есть хотя бы до 0,5. Вторая проблема – ввод в эксплуатацию баженовских домальниковых отложений регионально-нефтеносных в Западной Сибири и Урала-Поволжье, соответственно, в том числе и в Коме. Третья проблема – релаксация выведенных из разработки месторождений Юга России, Урала-Поволжье и многих других регионов. То есть дать вторую жизнь тем месторождениям, которые по тем или иным причинам сегодня не разрабатываются. Для решения первой проблемы недопользователям при контроле государства необходимо пересмотреть проекты разработки месторождений. Целью увеличения кинопроанализировав при этом следующее – возможность обнаружения пропущенных пластов, возможность обнаружения целиков, предъявляющих технологиях разработки и вовлечения их в разработку, оценка объемов остаточной нефти в отработанных залежах и пластах, ну и целый ряд других вопросов, которые есть. В последние годы добыча жидких углеводородов, это нефть плюс газовая консенсация, составляет, ну, около 550 миллионов тонн в год. Реальный прирост от новых запасов за счет выполнения объема геолого-разведочных работ этот уровень добычи восполняется примерно на 25-30%. Откуда остальные появляются запасы? За счет перевода С2 в С1, дальше за счет того, что использование повышением кин на компьютере, так называемые, я их называю виртуальные запасы, кстати говоря, профессор Крунис согласен со мной в этом отношении. Но не буду здесь показывать вопросы, связанные с потреблением ресурсов на человека. Вы видите о том, что мы далеко не передовики, впереди все же Северная Америка. Дальше, если посмотреть на то, как же мы будем работать, то смотрите, вот 35-й год, сейчас утверждена энергетическая стратегия 2035, хотя мы долго ее критиковали, считали, что она не в полной мере отвечает задачам, которые стоят перед нашей страной, но тем не менее. Пожалуйста, 35-й год, 226 это на действующих сегодня месторождениях, новые месторождения, которые надо еще открыть, которых нет пока. Посмотрите, 170 миллионов надо добывать, но есть тризы, что касается шельфа, это отдельный вопрос, не буду на нем подробно останавливаться, потому что я считаю, что мы сегодня совершенно не готовы к серьезному выходу на арктический шельф, подчеркиваю, арктический. У нас есть опыт работы Лукоила, кстати говоря, в том числе и на Балтике, на Каспии, есть опыт работы на Дальнем Востоке, в Охотском море, но что касается арктического шельфа, к этому делу надо подходить очень осторожно. Значит, одна из проблем, о том, о чем мы говорили, это трудноизвлекаемые запасы, причем американцы сейчас за счет этого, собственно, и поправили все свои вопросы. Вот что касается КИН, тут есть наша, но в 85-м году у нас КИН был 0,45, рентабельность считается сегодня 0,20, в Норвегии 0,65. У нас тоже есть ромашкинское месторождение, это от нефти 0,6, поэтому это, конечно, вопросы такие, над которыми надо работать. Смотрите, методы увеличения нефтеотдачи. Соединенные Штаты добывают 40 миллионов за счет этого, а мы один, полтора. Было время, совершенно и другое. Очень коротко, направление развития новых технологий, ведущих мировых компаний. Они здесь поименованы, поэтому не буду особенно говорить, учитывая, что время, которое мне отведено, выходит. Что касается показателей от 2019 года, 2020 пока еще нет. Надо сказать, что за последнее время мы увеличили объемы эксплуатационного бурения, и они составляют примерно 27 миллионов в год. Это, конечно, неплохо. И главное то, что увеличилось объем горизонтального бурения, примерно половина. Но что касается машиностроения, вот цифры есть. Сегодня достаточно большое количество мы по импорту покупаем, то есть примерно половина. Какой выход? Нужна федеральная программа создания нефтегазового машиностроения, создания сети совместных предприятий с иностранными компаниями, создания четкой системы управления этим процессом, и создания комиссии, мы считаем, может быть, в общественной организации, в том числе при нашем союзе. Не буду говорить о некоторых проблемах, лишь подчеркну, что одна из задач, которая перед нами стоит, это первое, надо создать генеральную схему энергоснабжения России. Этого нет, правда, здесь у нас. О чем идет речь? Надо смотреть внимательно. Где-то это будет газификация, в том числе трубный газ, СПГ, пропан, бутан, сжатый газ. Где-то электроснабжение, линии электропередач, распределенная энергетика, атомные станции небольшой мощности, где-то экзотические виды, ветер и солнце. Надо смотреть, потому что каждому хутору, каждому маленькому поселку мы не проведем газопровод, он не окупится за сто лет. И хотя руководство страны ставит задачу значительно поработать над газификацией страны, тем не менее, я считаю, что оптимальные, может быть, 85-80, максимум 90 мы можем сделать, а остальное нет. Поэтому одна из задач, которая стоит, это создание инженеринговых компаний. До тех пор, пока у нас не будет своих инженеринговых компаний, мы не уйдем от импорта, потому что иностранцы, а сегодня особенно в вопросах создания нефтегазохимии, засилия именно иностранных инженерных компаний, над этим делом надо работать. Что делать? Два слова буквально. Надо принять постановление правительства о поддержке малых компаний в нефтегазовом комплексе. Это касается в том числе и Комии, и Ухтинского региона. Отдельного постановления требует поддержка нефтесеверных компаний. Нужен, кстати, закон и об Арктике. Какие-то районы Комии, я тоже знаю, относятся к Арктике, но далеко не все. Постановление правительства о создании технологических полигонов как самостоятельных хозяйствующих субъектов. Я думаю, счетной общественной палатой надо проанализировать работу институтов развития. Многие из них таковыми на практике не являются. То есть, как вы видите, забот у нас много, работы много. Я думаю, всем нам надо засучивать рукава и после завершения всей этой пандемии браться за дело всерьез и надолго. С тем, чтобы Россия оставалась одной из ведущих энергетических держав мира. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин